Доброе утро! Давайте попробуем поговорить с Масяней. Мася, 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 скажи мяу, Мася. А ещё мяу, а ещё мяу, ты же теперь уже мяу умеешь говорить? Мася, скажи мяу, да? Масечка, скажи мяу, мяу скажи. Ты знаешь, да, где я иду, Белла? Скажи мяу, Мася. Масечка, скажи мяу. Ой, даже так. Будешь Феликса? Будешь? Сильно будешь? Мася, прям выголодалась, что ли? Ой, сильно я сголодалась. Ну скажи ещё мяу, и я тебя покормлю. Скажешь, Мася? Нет, наверное, это надо делать вот так. Тогда на мяуке. Мася, скажи мяу. Мася, скажи мяу. Мася, ты же такая разговорчивая была до камер. Помолчаливая была теперь. Такая прям делопутка стала. Вот, теперь даю. Заслужила, заслужила. Приятного аппетита, моя любимая Масяня. Знаете, что мне кажется? Мне кажется, что ветеринар немножко ошибся. Что у Масяни, ну, с 28 по 2 ноября, день рождения, день рода. Потому что, смотрите, она вчера вечером плохо ела еду. Сегодня вечером, сегодня утром, это уже полтора пакетика. То есть я половинку вчерашнего. И новый целый пакетик. И вот посмотрите, она ест, разрывает просто. Даже не похоже на то, что ей скоро рожать. А ведь верный признак, за 2-3 дня до родов кошка отказывается есть. Только пьет. Потому что еда доставляет дискомфорт будущим малышам. И вот, вот прям вот не знаю, что сказать, походу. Еще ждем, ждем. Может быть, еще дней 10, дней 5. Вот вообще не знаю, когда она теперь родит. Пишите в комментариях. Вот эти вот мужчины, это у нас, соответственно, мусор. И вот они вот по газончику ходят. Вытаптывают понемножечку. Ну, тут газончик. Так, пока не стемнело, показываю вам. Мама здесь без меня сегодня закончила. Я приехала поздновато. Я доклеивала только над дверью, вон там. Мама сделала полностью сама всю вот эту стену. Здесь я доклеивала. А так вот она 3, получается, с половиной полоски клеила. Вот теперь у нас спаленка, можно сказать, приняла. Законченный вид по оклейке обоев. И сейчас на улице пасмурно. Ну, уже после 3 часов, видите, пасмурно. Нет солнца. Но в целом, несмотря даже на это, комната продолжает оставаться светлой. Так что могу сказать, что темной эта комната не будет. Даже если будет темно или пасмурно. Плюс еще станет кровать. Здесь будет висеть телевизор. Появится шкаф, тумбочки. Ну, в общем, шторочки, конечно же. Куда без них. Ну, посмотрим. Это чуть позже будет. А мы продолжаем. У нас еще есть небольшое дело. Мы должны будем подклеить местами в коридоре обоины. Они отвалились тоже ввиду потопа. И нужно будет обязательно, в общем, исправить последствия. Ну, а здесь, я думаю, уже с понедельника или со вторника начнутся работы по напольному покрытию, плинтусам, розетки появятся, двери обязательно. Ну, вот когда уже появятся двери, я думаю, можно будет уже непосредственно собирать понемножку сначала шкаф, потому что будет удобнее его собирать больше места. А потом уже и кровать. Ну, это, мне кажется, уже приятные хлопоты будут. Ну, а сейчас пока переключаемся, смотрим, что там в коридоре. Покажу последствия. Тоже говорят, что у нас это так, фигня, это ничего страшного у спальни. Так спальня меньше всего пострадала. А по сути, вот эта часть обоев в коридоре. Мы будем их переклеивать сегодня. Сейчас вам еще покажу кусочек. Видите, над дверью получается кусочек, мы его заменим. А вот здесь вообще не было обоев. Мама там сейчас внизу доделает, я не показываю. Вот здесь вообще не было, то есть у нас были катушки, катышки, точнее, от этих обоев мы доклеиваем. То, что отклеилось, мы переклеили те же самые обои, но зато теперь ничего не отклеивается. Так, вновь приехала в строй гигант. Надо купить краску для батареи. Так, я купила краску для батареи, для радиаторов. Была кальеровка, то есть она смешивала при мне. Коля добавляла в белую обычную алкидную. Или акриловая, или алкидная, я вам сейчас точно скажу, баночку прочитаю. Попробую покрасить. У нее такая вот фишка, то, что первый слой наносится, потом 8 часов, и надо второй слой наносить. Поэтому надо сначала сегодня сделать, наверное, до вечера одну трубу, а завтра уже можно будет второй раз проходиться. Вот тут маленький кусочек, вот он, по сути, и вот. То есть тут красить-то нечего. Вот такая вот эмаль алкидная. У меня, кстати, видите, мы покрасили, с трубы сходит краска. Так что, может быть, я тогда сэкономила, и зря. Но за это штука стоит в районе 400 рублей. Для внутренних и наружных работ посмотрим, как она будет держаться. Вот такой код ее колировки. Так что, надеюсь, что она не отслоится. Какая она жиденькая, однако. Интересно, смогу ли ей пользоваться или нет. Я даже не ждаю уж, но такая прям жидкая. Хотела бы посмотреть, насколько она отличается. Пахнет как. Ой, я прям токсикоман, мой любимый запах. Просто посмотреть, как она будет смотреться. Ну, по-моему, хорошо, по-доброму, или нет? Она побоялась, что слишком темная будет. Я хотела бы темнее сначала цвет. Ну, ладно, когда покрашу всю, посмотрим. Вот так вот, пока кусочек увидит. В целом, неплохо для начала. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Я очень с собой довольна. Я, правда, очень с собой довольна. По крайней мере, я думала, что будет хуже, но на самом деле, если честно, труба вообще. Вот хорошо, что я взяла вот такой оттенок. Не темнее, потому что темнее она бы, наверное, уже бы контрастировала в полоску. а так вот получается издалека вообще такой приятный цвет потихоньку облагораживаем спальню до того единственное конечно бы еще и биметалл покрасила но пусть уж лучше он хотя бы беленький под цвет оконной рамы будет получается на сегодня все мы не успели подклеить там обоину ну чему свое время принципе это можно сделать и попозже самое главное что завтра уже придут делать ламинат а у нас труба покрашена все сделано то есть пусть делают напольное покрытие и можно будет наконец-то переносить потихонечку я буду собирать шкаф кровать я быстро бы собрала вот со шкафом сложнее потому что там шкаф по сути юра откручивал и честно я не помню что в какой последовательности они там конечно что там рисовали подписывали маркировали но это все делалось без меня особо поэтому буду вспоминать на бум как они там что делали ну что что а шкаф я наверное одна собирать сто процентов не буду кровать я точно соберу потому что я каждый винтик каждый болтик помню какой последовательности где откручивала но со шкафом наверное нет буду помощь зала в россии привет масянечка мася кто-то спала столе ты спала моя маленькая моя масянечка тиш-паллаль 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 тиш-маш шлотки не родила еще раз ходит ко мне пришла значит что не родила мать когда котятки мы уже тут с индуицией намучились все за тебя спрашивает про диване родилась скажи получается 10 октября врач сказал что 41 день да то есть получается прошло 20 дней, сегодня 61-й день беременности уже заканчивается да, скажи обычно мы 63-65 это уже прям совсем много что скажешь в свое оправдание где котята ты что зажала от нас котят не хочешь, чтобы они вылуплялись на свет появлялись, Масень котя моя, ну что такое когда ты родишь пока не собираешься ты мурлычешь ой, увы пришла, пришла смотрите, кто ты такой узятый ты такой красивый ты красивый такой Масенья красивая, да? Масенья очень красивая она прям под ручки идет ну что, пошли кормить тебя испадки, да? скажи всем, пока-пока скажи, пока-пока когда-нибудь я ее научу это делать все, всем спать пока-пока Продолжение следует...